С чего все должно начинаться? Мне кажется, фактор первый – это все-таки правильная диагностика. Где у нас указочка? Да, спасибо. Итак, поговорим о диагностике, можно сказать, галопом. Тем более, что я думаю, что многие уже видели некоторые слайды из этой презентации. Все мы прекрасно знаем, что у нас зарегистрировано пока только два показания. Это определение мутации GFR и определение транслокации АЛК. Хотя структура аденокарцинома легких гораздо более сложна. И я хочу обратить ваше внимание, почему мы вообще возимся с АЛК, который составляет 2%, РОС, который составляет 1,7%, например, амплификация МЕД, 2% и так далее. Потому что на самом деле это почти четверть всей аденокарциномы. И практически для всех из этих больных либо имеются уже таргетные препараты, либо они разрабатываются. Поэтому на самом деле вот эта тема очень важна. И, конечно, основная причина заключается в том, что эффект от таргетной терапии практически идентичен, если мы находим правильную мутацию и правильный препарат. Это больной, который получал терапию по поводу транслокации АЛК. Это больной, получавший кризотениб по поводу транслокации РОС-1. А вот это довольно новая история. Это так называемая сплайсинговая мутация 14-го экзона гена ЦМЕД. Как видите, здесь тоже потрясающий эффект на применение кризотениба. То есть мы имеем постоянно расширяющуюся картину мутации, которые должны быть подвергнуты таргетной терапии. Но при этом это страшно осложняет задачу диагностов, потому что гоняться за каждой мутацией, которая составляет 1%, это, извините меня, задача совершенно непростая. Поэтому мы должны думать о том, каким методом мы должны применять, как мы должны работать и что, в конце концов, мы должны сделать для того, чтобы предоставить клиницистам адекватную информацию. При этом количество таких больных на самом деле не так мало. Даже если мы возьмем факт, что у нас всего лишь 30% аденокарцином на 50 тысяч больных, которые имеются в России ежегодно, позитивных по АЛК будет 750, по РОС-1 – 250, а если взять еще и все циметы, которые отвечают на грозит ДНИП, это еще 750 человек. Это, извините меня, больше полутора тысяч, что составляет почти что 20% от всей аденокарциномы. Так что, в общем-то, это дело нешуточное. А если взять сюда еще и GFR, то, как вы понимаете, довольно большое количество больных будет охвачено таргетной терапией. Но не буду останавливаться на этом слайде. Единственное, что я хотела сказать, что на самом деле транслокация АЛК не так уж и редка. Она не привязана только к анопластической токлеточной лимфоме, миофиброластической опухоли, неблоклеточному раку легкого. Находят ее и при Б-крупноклеточном раке легкого, и даже, казалось бы, при таких абсолютно нетипичных локализациях, как рак молочной железы, колоректальный рак, плоскоклеточный рак пищевода и рак почки. То есть, на самом деле, это крайне интересная тема, которая требует, естественно, своей дальнейшей разработки. Но все вы прекрасно знаете, что в большинстве случаев, как правило, транслокация представляет из себя так называемую инверсию части гена АЛК, которая подпадает под влияние очень активного гена ЕМЛ. И этим, собственно говоря, объясняется активация вот этого химерного транскрипта и развитие опухоли. Ну, первым методом диагностики был ФИШ. Собственно говоря, на нем построены все исследования, о которых сегодня уже многократно говорилось. Основа этого метода заключается в том, что две пробы сидят рядом на гене. Если они разошлись, как мы видим здесь, это означает, что транслокация произошла. В принципе, казалось бы, ничего особенно сложного. И, в принципе, метод имеет очень серьезное преимущество. Можно работать на цитологических препаратах. Вот здесь вот мы видим цитологические препараты, кстати, присланные от Константина Константина, где мы совершенно четко видим расхождение сигналов, которые говорят о наличии транслокации. Можно работать на поливральном выпаде. Вот, пожалуйста, то же самое. Поливральный выпад, в котором есть патологические глетки, пригоден для исследований. Можно работать даже на окрашенных гистологических препаратах. Если удается снять покровное стекло и смыть краску, то можно посадить туда ФИШ. И, пожалуйста, мы видим, тоже, кстати, от Константина Константина, еще больная, блоки которой были утеряны. Но по стеклам удалось поставить диагноз, и больная получила адекватное лечение. Но у метода ФИШ есть несколько очень серьезных недостатков. Один из них, это, конечно, совершенно нечеловеческая стоимость, особенно для Российской Федерации, где все в 33 раза дороже, как вы все знаете. Но еще и, как вы видите, довольно большой процент неудач преследований. С чем он связан? Это, к сожалению, связано с нашими серьезными дефектами патологоанатомической службы, поскольку далеко не везде она направлена на правильную онкологическую обработку препаратов, на правильную первичную обработку. А здесь показаны результаты со всей России. Как вы видите, 7% позитивных случаев и 15% нам определить не удалось. Конечно же, это не дело. Конечно, очень бы хотелось наладить патонатомическую службу, но это вне наших сил и вне нашей компетенции. Я не знаю, что должно случиться, какие громы должны грянуть, чтобы, наконец, мы стали нормально обрабатывать препараты. Поэтому появилась диагностика иммуногистохимическая. В настоящий момент в мире зарегистрировано два антитела – лейка и винтана. Винтана, как вы видите, дает гораздо более интенсивное окрашивание, поскольку там применяется очень серьезная система амплификации. Но в связи еще с этим вот… Это, с одной стороны, это, конечно, преимущество, но с другой стороны, это, между прочим, тоже и недостаток, о котором я тоже буду упоминать. А что получилось, когда мы стали работать методом ИГХ? Ну, конечно, гораздо большие случаев удачных, которые, правда, оказались негативными. Но надо сказать, что, учитывая, что большое количество артефактов получается в результате нашей волшебной преаналитической обработки, мы все позитивные и все неопределенные, так называемые, случаи перепроверяем методом ФИШ. И что оказывается? Что из позитивных случаев 84% – это все-таки действительно позитивные. Например, 6 случаев оказались негативными. И то же самое с неопределенными случаями. 7 случаев оказались позитивными, остальные все оказались негативными. То есть мы видим, что ни один из этих методов, собственно говоря, нам не дает стопроцентной картины. Именно поэтому используется вот такая вот схема. Мы живем в России, увы. Какие же факторы влияют на появление вот таких вот результатов? Нарушение преаналитической обработки. Я готова говорить об этом на каждом заседании, каждый раз, сто раз, может быть, хоть когда-нибудь до кого-нибудь дойдет, что эти правила должны соблюдаться. Иначе не будет диагностики, не будет диагностики, не будет лечения. Есть еще очень интересная история, как аберрантная экспрессия протеина при ряде нейроэндокринных опухолей. Например, при мелкоклеточном раке. Иногда бывает и при крупноклеточном раке. Мы такие случаи видели. То есть в такой ситуации подпатолог, который, например, не имеет достаточной квалификации, может поставить неправильный диагноз и на основе одной только иммуногистой химии выставить АЛК-позитивный результат. Поэтому здесь нужна, конечно, перепроверка. Та же самая история бывает и с генетикой, когда недостаточно опытный генетик не очень правильно оценивает увиденное им под микроскопом и тоже не может поставить правильный диагноз. Какой же выход? Конечно, должны использоваться дополнительные методы. Но сегодня об этом говорил уже господин Капуца. Они как нашли, да, вот тот самый транслокат. Они сделали НГС. Они не стали повторять ни ФИШ, ни ПЦР. Нет, нет. Зачем? Сделали НГС. Ну, потому что, на самом деле, за этим, конечно, будущее. Но что делаем мы в таких ситуациях, когда мы видим дискордантные случаи? Ну, в первую очередь, конечно, нужно пересмотреть группы опытных специалистов, половина случаев сразу отпадает и все остается на свои места. Но, тем не менее, в случае, где методы исследования не совпадают, остается. Тогда мы выбираем дополнительные методы исследования. Ну, так как у нас с НГС, к сожалению, немножко там все это сложновато и дороговато, здесь мы попросили Евгения Наумовича именитого нам помочь, и оказалось, что все дискордантные случаи с помощью метода ПЦР были расставлены на свои места. То есть в запасе нужно иметь в кармане еще один метод, на самом деле, для того, чтобы ни один больной у нас не был упущен. Таким образом, в настоящий момент у нас нет какого-то единого золотого стандарта. Как ФИШ, как ИГХ, так и ПЦР, они могут давать определенные артефакты, и таким образом должны сочетаться между собой. Вот, что касается НГС, пока, конечно, это для нас еще, к сожалению, не метод. Но я очень сильно надеюсь, что в течение ближайших нескольких лет именно с помощью этого метода мы сможем работать достаточно эффективно. Ну, это, так скажем, такой алгоритм, который мы сейчас используем, что все, как я уже говорила, негативные случаи, и, кстати, у нас производится, как тестировано на первом этапе, когда ставится диагноз антенокрациономы, одновременно ставится именно гистохимическое исследование на ИЛК, и только после этого препарат уходит уже на ГФР, либо на подтверждение ФИШОМ. И если вдруг мы видим какие-то дискординатные вещи, то мы используем альтернативные методы, то бишь ПЦР. Немножечко про РОС. РОС и ИЛК очень похожи, поэтому, собственно говоря, кризотенипы работают. Тоже РОС встречается при огромном количестве опухолей, открыли ты его вообще при глиобластомах на самом деле. И, как видите, и холангиокарцином, между прочим, крайне интересным в довольно большом процентном случае, и колоректальный рак, и рак желудка, и ангиосаркома. То есть эта вещь очень распространенная. Более сложная транслокация, она включает ряд генов. Существует ФИШ-методика, которая очень похожа на АЛК. На настоящий момент существует и иммуногистохимическая методика. Она несколько больше дает артефактов, чем при иммуногистохимическом исследовании АЛК. Но, тем не менее, она тоже вполне пригодна для первичного скрининга. И просто я хочу показать, как работаем сейчас мы. То есть образовательство немелкоклеточного рака легкого идентифицируют как неплоскоклеточный. Сразу делаются перестройки гена АЛК с помощью ЭГХ в первую очередь и мутации GFR. А в дальнейшем, если что-то находится, тестирование прекращается. Но в дальнейшем делается целый ряд генетических нарушений. К сожалению, мы сейчас это все делаем по очереди, и это занимает достаточно много времени. И, безусловно, планируется переход на НГС, который, как я думаю, и как уже говорилось, поможет нам в течение буквально нескольких дней дать ответ для доктора, какой препарат может быть применен. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Анатольевна. Краткость, сестра Талата. Вы талантливы не только в диагностике, но и в выступлениях. Коллеги, мы прослушали, мне кажется, очень интересные сообщения. Сложилась достаточно полноценная картина. На будущее мы учтем, наверное, действительно, надо начинать с диагностики. И это правильно. Есть ли у кого-то вопросы? Да, пожалуйста. Буквально 2-3 вопроса, потому что мы вышли за лимит времени. На многие вопросы, конечно, ответила Ирина Анатольевна. Хотел бы, чтобы она чуть-чуть облубилась в эту тему. Потому что даже в докладе Федерика он сказал, что, например, в год, время, цыгин, 10 дней, и тут же перешел на НГС. На НГС, я не знаю, по времени готова, которые мы близко позволяли бы все это сделать. И вся логика показывает, что мы идем комплексом, и надо бы большого количества генов. Сейчас у нас какие-то сэндвичи, саваталий, гердинский, 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 шоу, получается, реалтайна, потом надежда на НГС. Я хотел бы, чтобы Ирина Анатольевна, наверное, подъеду, что-то сказали. Я вам сказала, что-то сказали, значит, по-моему, рекламные механические задачи будут учтены, потому что мы играйте пока не дальше. Россия пока не дошли, ожидается в ближайшее время. Но мы очень надеемся, что нам помогут наши российские разработчики, потому что у нас есть очень хорошие наработки. Я думаю, что скоро мы можем делать две панели. Одна панель мутационная, другая панель для определения фьюжн. То есть так, чтобы в течение действительно 10 дней мы получили ответ по полной картине, ну, скажем так, по той полной картине, которая нужна нам здесь, в России, потому что мы не владеем всем тем количеством препаратов, которым владеет, например, Италия и так далее. НГС-овские, да, безусловно, НГС-овские. Потому что будущее, конечно, за НГС. Здесь нет никаких совершенно... Я добавлю, что я был в Кельской клинике университетской. И вот эти панели, они далеко не везде распространены. В рутине их в большинстве клиник-то нет. Они там вот действительно делают сэндвичи, о которых вы говорите, что-то иммуногисхимическое, что-то фиш, что-то... Так что это те реалии, которые на настоящее время существуют. Мы тут не так уж и отстаем. Перспективные панели, они формируются, и это наше будущее. В конце концов, вы говорите, что нужны повторные, многократные, мониторинговые тестирования на изменение статуса больного. Что вы думаете о использовании внеклеточной ДНК, которая разрабатывается в последнее время? Это активно сейчас разрабатывается в разрезе пациентов, получающих ингибиторы тирозинкиназа при ИДЖФР-мутациях. И чувствительность возрастает этого метода, хорошая специфичность. И есть возможность определять не только исходные мутации, но и появление мутации Т790М в случаях, когда еще очевидного прогрессирования мы не видим. И, возможно, в дальнейшем этот анализ позволит выйти на индивидуализацию лечебной тактики уже при выявлении безочевидного прогрессирования этого факта генетического нарушения. И надо сказать, что я очень хотел бы, чтобы в ближайшем будущем, чтобы мы до этого дожили, когда транслокацию ЛК также будут определять методом жидкостной биопсии, потому что для ИДЖФР-мутации в Европе уже есть показания определения в плазме факта наличия ПЛК. Но мы будем надеяться. Будем верить, надеяться. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok